Продолжение следует... Не хочется играть в семью в этом возрасте И в целом меня вполне все устраивает Живу я скромно, работаю на самой простой работе Я тружусь охранником в одном офисном здании Работенка не пыльная Мы с моим напарником сидим в коморке и наблюдаем за камерами Изредка совершая обход А ночью подменяем друг друга Один спит, второй за камерами смотрит В общем, ничего особенного Сегодня как раз выпала моя смена Так что нужно собираться силами и настроиться на рабочий лад Да уж, понедельник день тяжелый Мне пришлось протискиваться сквозь толпу в салоне автобуса И кое-как хотя бы встать Давка была такая, что у автобуса двери еле закрывались И держаться толком было не за что Да и нужды в этом особой не было Так как со всех сторон меня окружали вплотную Я надеялся присесть хотя бы в конце пути Ведь ехать мне предстояло почти до конечной Но нет, не вышло Так и пришлось стоять почти целый час На своих двоих Ну ничего, на работе отсижусь Я зашел в офис Прошел на свое рабочее место Поздоровался со сменщиками И нажал на кнопку чайника О, Мишань, будь другом, нам тоже кофеек организуешь Попросил меня Леха Да, без проблем Ответил я и начал заниматься приготовлением напитка Это самое, новости есть Сказал Валера, а потом добавил Невеселая Что случилось? Поинтересовался я, наливая кипяток в кружке Ты это, чайник поставь обратно Я напрягся и крепче сжал ручку чайника Но спорить со сменщиком не стал Поставил его на место Что такое? Да Андрюхе дурно стало Прям на смене Сам толком не понял Вроде сердце прихватило Увезли его тогда на карете скорой помощи Вот в реанимации лежит Опа Как так-то? Спросил я Хрен его знает Да там вроде как с женой у него не все в порядке было Что-то ругались они часто в последнее время Пояснил Валера А вот Лехе такой расклад пришелся не по нраву Да че ты их гонишь что ли? Ну цапнулись пару раз, с кем не бывает Тут что-то другое Что? Хрен знает Пить меньше надо было Лех ты че? Он же два года как в завязке Ай Махнул Леха рукой Знаю я эти завязки Одно название Всем здрасте Отвлек нас от разговора радостный возглас Сереги О, теперь вся смена в сборе Ну че Лех, поехали по домам что ли? Обратился Валера к своему напарнику Да пора бы Ладно парни, поедем мы Вы че уходите уже? Спросил Серега слегка расстроенно Уходим, время видел? Ответил ему Валера Да видел Ну вот, в следующий раз раньше приходи Потрещим, чайку попьем Постараюсь Буркнул он Мы пожали друг другу руки на прощание После чего дверь за ними закрылась И отзвонился главному Сообщая о том, что мы заступили на смену И продолжил пить свой утренний кофе А мой напарник еще только заваривал его На одном из мониторов вдруг показались две молоденькие девушки Вот бы мне такую Ноги от ушей, волосы длиннющие Сама вся как с картинки А вот подруга у нее не такая яркая Но тоже вполне себе ничего Серег, смотри, какие крали Окликнул я напарника Ну-ка Оживился тот и подбежал к монитору Эх, если б не моя Наташка, женился бы С полной уверенностью в голосе заявил он Ха, женился Да нужен ты ей сто лет А че такого? Мне всего лишь тридцать четыре Да она в месяц на косметику Половину твоей зарплаты тратит Если не больше Куда тебе такую? Тут Серега призадумался и сказал Да уж, такой точно только деньги подавай То-то и оно Как дела у тебя вообще? Это нормально в целом? Со своей только вчера поругался Че такое? Да ничего, я с парнями в гараж собрался Она мне... Давай истерику устраивать Мол, с ней я никуда не хожу Вместе ничего не делаем и так далее А ты че? А че я? Дверью хлопнул и ушел к парням Вернулся в третьем часу ночи Смотрю, мадам на диване дрыхнет Ну пускай дрыхнет Че мне теперь еще? В туалет у нее отпрашиваться Ой, вот тебя послушаешь Слушаешь и хорошо на душе становится Это еще почему? Да потому Я-то не женился и не собираюсь А после таких рассказов Не жалею ни капли А, вон ты о чем Ну да, есть в холостяцкой жизни Свои прелести Внезапно я вспомнил О чем говорили мне сменщики До прихода Сереги И хлопнув себя по лбу ладонью Сообщил ему Тьфу, блин, заболтался с тобой Андрюха, с другой смены Сейчас в реанимации лежит, прикинь Забыл вот тебе рассказать Выражение лица моего напарника Резко поменялось А че стряслось-то? Сам толком не знаю Сказали только то, что сердцем вроде что-то Что его прям на смене забрали Больше неизвестно ни хрена Ну, будем надеяться, что все будет хорошо Да уж, а то у них с женой трое детей вроде как Трое Она вон опять брюхатая ходит Сообщил Серега Вот террас А че они в курсе? Не знаю Но я случайно об этом узнал Мне лично никто не докладывал Как узнал? Встретил их вдвоем пару недель назад Он, кстати, просил меня пока не рассказывать никому Ну, а ты? Пристыдил я Серегу На что он только уикнул и сказал Так я тебе ничего не говорил? Само собой Смена пошла своим чередом На мониторах не было ничего интересного Офисные планктоны сновали туда-сюда по коридору Иногда заглядывая в другие кабинеты У меня вообще возникало такое чувство Что все это анимация, а не живые люди вовсе До этого картинка была скучной и однообразной Разнообразие было лишь в обеды В конце рабочего дня, когда в коридорах Было действительно оживленно И вот сейчас я как раз наблюдаю за окончанием трудового дня Забавно наблюдать за тем, как работники разных возрастов Пытаются обогнать друг друга Сразу же вспоминаются школьные времена Когда наш класс уходил с последнего урока Все тогда ломились в раздевалку прямо как дикари Приходилось расталкивать одноклассников руками Чтобы приблизиться к своим вещам Но на этом все не заканчивалось Надо же было как-то выйти за пределы школы Нас много, а дверь всего одна Никогда не забуду это ощущение Чем-то оно схоже с давкой в автобусе Так и тут Вроде люди взрослые, а привычки не изменились Когда народ разошелся, Серега обратился ко мне Ща я приду Курить что ли? Ну, иди Мой напарник курил как паровоз Когда тут работа кипит и народ находится в офисе Он старается выходить не часто А вот когда все уходят, то каждый час бегает как по расписанию Мне не понять, я ведь не курю И нет, это вовсе не здоровый образ жизни Это элементарная лень Мне впадло каждый час бегать туда и обратно Вообще можно сказать, что работа охранника мне по нраву Платят скромно, зато обязанностей почти нет Никаких Да и у начальства на самом виду не находишься Пока я размышлял над тем, как прекрасна жизнь То заметил, что Серега не возвращается Странно, может в туалет отлучился Но его не было еще несколько минут Я уже хотел вызвать его по рации, но тут открылась дверь На пороге стоял Серега Только вот вид у него был не ахти Краши в гроб кладут, как говорится Ты чего с тобой? Поинтересовался я Он шумно выдохнул, приземлился на диван Потом потер лицо руками и выдал Там это... Валерка мне позвонил Так... Протянул я, сам уже догадывался в чем дело И очень надеялся, что ошибаюсь Короче, нет больше, Андрюхи Всего 49 было мужику Не дожил до полтинника даже Тяжело Не то слово, как тяжело А жене его А че жена? Другого найдет Да прямо Кого она найдет с четырьмя детьми? Не знаю, но мне ее не жалко Процедил сквозь зубы напарник Это еще почему? Она его довела С чего бы? Вот уверен прям Он сам на нее к Косте жаловался Мол, в доску запилила Так развелся бы Развел я руками в сторону Уж всяко легче, чем умирать А Серега будто меня не слышал И начал нести полную хинею Вот я завтра домой вернусь И все Наташке расскажу Зачем? Как зачем? Не понимающе уставился он на меня Чтоб теперь думала Прежде чем что-то сказать Я мысленно послал напарника в одно место Но говорить ничего не стал Признаться честно Мне было жаль его жену Вечно она у него была во всем виноватой Но в данный момент мне было Жаль семью напарника Надо бы деньгами скинуться Поддержать в такой ситуации Немного погодя мы с Серегой скинулись Сообщая и отправили их по нужному номеру телефона Потом мы обсуждали Как же быстро течно время Как жизнь уходит Вспоминали прошлое Каждый говорил о своем О наболевшем И так мы не заметили за разговорами Как подошло время для обхода Ну че ты пойдешь Илья? Да ладно сиди Пойду покурю заодно Обнадежил меня Серега Я же был доволен таким ответом И сделал все как он велел Блин ну или нищий этот Мишаня Все то ему лень Даже курить лень Интересно А нужду справлять ему тоже лень? Думал Сергей обходя привычный маршрут Обход территории занимает немного времени Примерно минут 20 А потом можно сходить покурить Сергей шел неторопливо Размеренно Ему надоело сидеть целый день в коморке Хотелось размять затекшие ноги Да и в целом сменить локацию Когда обход почти был закончен И охранник был в предвкушении Очередной дозы никотина То вдруг его как будто током ударило На белом полу отчетливо Виднились грязные следы Не то ботинок Не то кроссовок Он решил не связываться по рации с напарником А выгнать нарушителя своими силами Да и вдруг выгонять никого не придется Может и уборщица просто тут не домыла А то однажды такое уже случалось И Миша потом долго ему припоминал тот случай Сергей мысленно проклинал своего коллегу За его лень И за то что его царскую особу Дергать нежелательно Он понял что нужно пойти по следам И разобраться что тут к чему А потом если что Обратиться к напарнику Следы вели в один из кабинетов И распахнув дверь Охранник застыл в недоумении Ты че тут делаешь? Обратился он к непрошлому гостю Прямо посреди кабинета Состоял маргинального вида паренек Он ухмылялся глядя на охранника И даже не сделал ни шага Когда был обнаружен Стой там и не двигайся Воскликнул охранник и уже потянулся в карман за рацией Как тут случилось непредвиденное Застегнутый врасплох парень сорвался с места И побежал прямо на Сергея Тот рефлекторно отскочил в сторону Чем позволил нарушителю выбраться из кабинета А ну стой, стой, кому говорят Я все равно ментов вызову Кричал охранник ему вслед, но все было бесполезно Пока Сергей бежал за парнем То проклинал Мишу Ведь тот должен был увидеть все происходящее Через мониторы И уже оказать помощь, но нет Чем этот сукин сын там занимается? Сергей не знал, что Миша устал его ждать И пошел в туалет Тем более, что на камерах никого Кроме Сергея видно не было А той потасовки в кабинете он уже и не застал Преследователь бежал за нарушителем И сам не заметил, как его шнурки предательски развязались А понял он это только тогда, когда плашмя приземлился на холодный пол Тело тут же отозвалось болью Он не мог даже дышать Так как отбил себе все, что только можно было С трудом мужчина поднялся на ноги И уже потянулся за рацией Как вдруг увидел выросшую тень рядом с собой Вдруг охранник почувствовал облегчение Значит, Мишка таки пришел на помощь Мих, это ты? Задал он вопрос, оборачиваясь Но тут же его крик разразил тишину Однако очень быстро был прерван Нечто схватило его за горло, лишив возможности издавать какие-либо звуки Кроме хрипа Сергей с ужасом вглядывался в это существо И понял, что она только прикидывалась человеком На самом же деле, эта хрень мало походила на него Хотя бы потому, что имела сине-зеленую кожу Черные, как уголь глаза, вместо рта у него Было что-то вроде пореза от уха до уха Уродливое лицо было последним, что увидел Сергей Перед тем, как в глазах появилась темнота, пульс остановился Блин, да где этот дурак ходит? Спать уже охота Задал я вопрос, вслух одновременно зевая Уже почти сорок минут прошло Надо бы вызвать его Ты где? Сказал я в рацию Послышались помехи, а затем Иду Давай быстрее Слегка раздраженно ответил я, улегшись на диван Серега, скорее всего, не особо торопился Он толкнул дверь перед собой и не спеша зашел в коморку Ты че издеваешься? Сходу спросил я у него А? Серег, с тобой че? Все хорошо, а почему ты спрашиваешь? Я начинал закипать Потому что, бляхомуха, тебя почти сорок минут не было Ты время видел? Угу Ну и? Что? Невозмутимо спросил он Я понял, что ни хрена от него сегодня не добьюсь Поэтому поставил будильник на 12 часов Повернулся на другой бок и сам не заметил, как уснул А проснулся я вовсе не от звонка будильника От того, что кто-то настойчиво тряс меня за плечо Че надо? Сквозь сон спросил я Миша, вставай! Голосил Серега Что случилось? Спросил я, окончательно открыв глаза На обход пора? Нет, я хочу сказать, что мне надо отойти Простодушно сообщил Серега А мне уже стало не до шуток Так иди Тихо сказал я Спасибо Коротко бросил он, после чего развернулся и вышел из комнаты А я вот понял, что в ближайшие пару часов во сне придется забыть Поведение Сереги вызывало во мне недоумение Вместе с испугом Нет, он, конечно, будил меня Но только если я будильник не слышал Или если вдруг случалось чего на объекте А уж о том, чтобы выйти с моего разрешения Не было и речи Мы всегда ходили посреди ночи И друг другу даже не докладывали об этом Меня прошиб холодный пот Неужто у напарника моего фляга потекла Я бросил взгляд на монитор и тут же подскочил с дивана Прослежу-ка я за ним, на всякий случай Мне без особого труда удалось найти своего напарника на камерах От увиденного я впал в ступор Я обхватил голову руками с мыслью о том Что за херня здесь происходит В одном из коридоров стоял Серега И он, мать твою, просто стоял Он стоял и пялился в стену Будто увидел там что-то интересное и завораживающее Я попытался вызвать его по рации Но все мои попытки оказались провальными Да что, он прикалывается, что ли, надо мной? А может, смерть Андрюхи так подействовала на него? Неизвестно Я смотрел в мониторы и гонял тревожные мысли у себя в голове Но вот что могло такого случиться с ним? Что? А может, на обходе что-то пошло не так? Раскинув мозгами, я понял, что необходимо посмотреть все локации более тщательно, чем обычно Везде все было хорошо, но вот когда я открыл самую последнюю вкладку То заметил что-то неладное Дело в том, что одна из камер вела на лестницу По лестнице той практически никто не ходил И в основном все пользовались лифтом И на той самой лестнице я обнаружил чью-то одежду И несколько темных пятен Что это именно были за пятна, на первый взгляд определить не удалось Но увиденное заставило мое сердце биться немного быстрее Даже если там разлили краску Или это какое-то старое и засохшее пятно То откуда там взяться шматью? Я подумал о том, что необходимо посмотреть записи с камер Если что, вызвать ментов Я отматывал запись долго Ровно до того момента, как увидел, что картинка сменилась Дверь на лестницу медленно открылась Видимо для того, чтобы не создавать лишнего шума Некто зашел спиной на лестничную клетку Волоча что-то за собой Я присмотрелся И с ужасом понял, что тащили человека Сердце забилось так сильно, что я Боялся потерять сознание Или того хуже уехать в больничку, как Андрюха Стоп! Какого хрена лежачий одет в форму охранника? Через мгновение тело затащили полностью И я узнал в нем Серегу Нет, быть того не может Я все еще сплю А что? Мне ведь каких-то эмоций в жизни не хватает Вот и снится всякая дурь Серега был уже мертвым Это существо неторопливо развернулось Продемонстрировав себя во всей красе прямо в камеру И это не было человеком Сине-зеленая кожа Рот непропорционально огромных размеров Глаза от черного цвета Вот так выглядела та тварь, которая смотрела прямо в камеру А потом она стала стягивать с него тряпки Я зажал рот рукой, дабы не издавать лишние звуки И смотрел на все это не в силах оторваться После того, как все вещи, в том числе и ботинки, были сняты с Сереги Оно схватило его за руку и провернув ее в суставе оторвало И стала жрать прямо с костями Кровь тут же разлилась по полу Да и с только что оторванной конечности она также капала на пол И без того жуткая физиономия твари моментально окрасилась в красный цвет Поочередно существо сожрало все конечности Прямо вот как у курицы Некоторые любят ножку или крыло отломить и есть Так же и тут Когда осталась только голова и тело Нечто вплотную наклонилось к лицу Сереги И пристально в него вглядывалось Затем оно одним движением отделило голову от тела И ловко просунуло руку в ту самую оторванную голову От увиденного мне стало дурно Но почему Серега не позвал на помощь? Почему не успел или не хотел? Задавая самому себе вопросы я судорожно отматывал запись назад Так как больше был не в силах смотреть на этот ужас Вот эта погонь тащит уже мертвого Серегу на лестницу Вот она же его настигает А вот она уже в облике человека Я видел как все произошло Видел как Серега пытался справиться якобы с нарушителем в одиночку Но почему же он тогда не вызвал меня по рации? Что ему помешало? Внезапно все вопросы куда-то исчезли И в голове появился лишь один вопрос Который затмил все остальные Если Серега умер То кто тогда пришел ко мне с обхода? От такой мысли волосы буквально встали дыбом Я понял что нахожусь в одном здании Непонятно с чем И что оно точно знает где я Так он стоял вроде бы в коридоре Вспоминал я где в последний раз видел его Нет нет куда он делся? Кричал я и плакал как девчонка Когда увидел что коридор пуст А погони в обличии Сереги нет ни на одной из камер Так надо что-то делать Для начала запереть дверь Я подскочил со стула чтобы осуществить задуманное Ручка двери наклонилась и дверь распахнулась На пороге стояла та самая тварь С лицом Сереги Держа в руках оторванную голову моего коллеги И спросила Потерял меня Не нравится мне все это Обратился один полицейский к другому А кому это в здравом уме может понравиться? Ты нашел что-нибудь? Неа На камерах нет ничего Хотя знаешь на нескольких записях есть помехи И некоторое время невозможно что-либо разглядеть Мда Чувствую что добром это не кончится Сказал капитан и подкурил сигарету Ты прикинь у них на той неделе мужик вот так же От сердечного приступа умер Ё-моё Че у них тут происходит то? Спросил капитан у Старлея Выдыхая дым из легких Чертовщина какая-то у них происходит И ладно бы один умер Но тут второй скончался А его напарник вообще без вести пропал И нам это разгребать с тобой А кому еще Как не нам И говори-ка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»